Здравствуйте, уважаемые друзья! Данный ролик поможет вам быстро и легко сделать качественный коллаж из фотографий. Все, что вам для этого понадобится, это программа Photo Collage Maker от компании Art&Soft. Убедиться в этом вы сможете, посетив сайт art&soft.ru, где в разделе «Галерея» есть замечательная коллекция уже готовых коллажей, сделанных с помощью этой программы. Как видите, их здесь достаточно много и они самые разнообразные. Например, ананас. Если посмотреть поближе, то мы увидим, что он собран из картинок всевозможных фруктов, овощей и других вкусностей. Ну, давайте не будем откладывать и попробуем сами собрать подобный коллаж своими собственными руками. Открываем программу Photo Collage Maker. Интерфейс программы достаточно прост, и он с первых же шагов подсказывает нам, что делать дальше. Для начала необходимо сделать самый главный выбор. На основе какого изображения мы хотим сформировать коллаж. Загрузить его в программу можно, воспользовавшись кнопкой «Обзор». Сегодня мы с вами поработаем вот с этим замечательным котиком. Открыть. На следующем этапе нам нужно определиться, из каких картинок, ну или фотографий, будет состоять наше исходное изображение. То есть тот самый котик. Здесь все зависит от вашей фантазии, ну и, конечно, от имеющихся у вас на компьютере фотоархивов. У меня, например, уже загружено в программу две папки с картинками котов. Но, так как наш котик не самый обычный, а все-таки новогодний, давайте добавим еще одну папку с фотографиями, но уже новогодней тематики. Для этого мы нажимаем кнопку «Добавить», указываем путь к соответствующей папке и нажимаем «Ок». Время загрузки, или, если говорить точно, индексации изображений, зависит от их количества. Хорошо начинать экспериментировать, если у вас есть хотя бы несколько сотен картинок. Если нет, то это спасибо разработчикам PhotoColashMaker, абсолютно не беда. Вы можете скачать уже готовые базы вот по этой ссылке. Сразу скажу, чем больше база составных мини-изображений, тем быстрее вы добьетесь отличного результата. Но, с другой стороны, тем дольше программа будет его создавать и сохранять. Выбирать только вам. Готово. База загрузилась. Давайте выделим все три папки. И пойдемте дальше. Третий шаг. Это подбор настроек для коллажа. Здесь мы, опять же, можем добрым словом вспомнить разработчиков программы, так как настройки, установленные по умолчанию, достаточно часто позволяют нам сразу же нажать на кнопку «Сформировать коллаж» и добиться вполне приемливого результата. В нашем случае я уже подобрал наиболее подходящие, на мой взгляд, настройки, чтобы наш новогодний котик получился очень красивым. Для этого я выбрал 230 блоков первого уровня. В дополнительных настройках я поставил 4 уровня вложенности. О составных мини-изображениях я остановлюсь отдельно. Радиус повторяемости дубликатов я поставил 15. Коррекция блоков первого уровня минус 70%. И мы исключим из области формирования коллажа белый фон. Применить. Не пугайтесь обилию непонятных параметров. На самом деле все очень просто. Если захотите разобраться в этих и других тонкостях программы, специально для вас подготовлена вот эта ссылка. Не успеете оглянуться, как станете самым настоящим специалистом по изготовлению коллажей из фотографий. А мы сейчас давайте вернемся к составным мини-изображениям. Снова зайдем в дополнительные настройки на вторую закладку. Как я вам уже говорил, чем больше база составных мини-изображений, тем лучше может получиться коллаж. Так как у программы будет более широкий выбор для адекватного подбора изображений. А так как фотоколлажмейкер весьма умная программа, то она самостоятельно увеличивает эту базу в разы. Смотрите. По умолчанию здесь выделены все пункты. А значит в процессе формирования коллажа будут использованы не только оригиналы загруженных картинок, но и их зеркальное отображение, повороты на 90 градусов в обе стороны, а также перевернутые копии. Давайте не будем ничего здесь менять. Нажмем кнопку применить и сформировать коллаж. Посмотрим, что у нас получится. Как видите, наш котенок получился весьма симпатичным. Но если честно, его можно еще немного улучшить. Согласитесь, не совсем естественно смотрятся картинки с перевернутыми котами. В принципе, это будет касаться изображений любых животных, людей, которые вы будете использовать при создании своих коллажей. К тому же мы с вами выбрали базу мини-изображений, которая состоит более чем из 2000 картинок. Этого вполне достаточно для создания хорошего коллажа. Давайте вернемся на третью вкладку, зайдем в дополнительные настройки. И в закладке составные мини-изображения снимем галочки с последних трех пунктов. Использовать теперь мы будем лишь оригиналы картинок и их зеркальное отображение. Применить. Попробуем еще раз формировать коллаж. Ну что ж, коллаж готов. Наш кот получился очень оригинальным. Давайте посмотрим его поближе. Как видите, никто из наших котов не стоит ни на ушах, ни на хвосте. Все выглядит естественно. Да и сам наш котенок получился очень привлекательным. Кстати, на этом этапе мы можем заменить непонравившийся нам блок на любой другой вот из этой галереи. Ну, например, давайте вот этот поставим. Ну все, коллаж готов. Осталось его всего лишь сохранить. Нажимаем на пятую вкладку. Выбираем размер файла и нажимаем сохранить. А пока идет сохранение, вы можете посмотреть уже упомянутую мною галерею на сайте Артенцов. И, кстати, там же можете почитать интересные статьи о создании самых различных коллажей. Ну вот, наш коллаж сохранен. Давайте его посмотрим. Вот он наш красавчик. Давайте посмотрим его поближе. Как видите, сам кот состоит из фотографий других котов. А его замечательная новогодняя шапка в большинстве своем состоит из новогодних картинок. Все в тему. И все очень красиво. Кстати, вот этот коллаж создан также с помощью программы Фотоколлаж Мейкер. Так что предлагаю не откладывать и начинать экспериментировать с программой Фотоколлаж Мейкер прямо сейчас. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. До новых встреч.